Всем привет, меня зовут Нодин Шмайфин, это игра, которая называется «Они здесь», и хоррор про инопланетян, короче. Демо-пролог, ну, наверное, демо? Хрен его знает. Необъяснимые явления произошли на фирме Грейсвуд. В ночь на 7 августе семья Шерман стала очевидцами ярких огней в небе, которые перемещались на кукурузном поле с бешеной скоростью. Огни двигались в катичном направлении с разными скоростями, спустя некоторое время пропадали. Это странное поведение в небе наблюдалось ночью в одно и то же время на протяжении пяти дней. Заявляют хозяин фермы, все животные сходили с ума, собака стала агрессивной, пыталась напасть на него и покусала. И те жаловались, что кто-то ходит под их окнами. Сам фермер Питер Шерман, работая в поле, ввел странную фигуру, не похожую на человека. Что это? Сознательный обман? Желание привлечь к себе внимание? И сенсация об инопланетном вторжении? Журналист Тейлор Фокс отправляется на ферму Грейсвуд с целью снять фоторепортаж для местной газеты. Мы отправляемся в поля кукурузные, узнавать, что там инопланетяне, сука, затеяли. Что они там, сволочи, шебуршатся и делают? Поговорите с фермером, Питером Шерманом. Фермер Питер Шерман. Ферман. Шерман Хаус. Ага. Это я сфоткаю. Это я сделала фото. Это отличный видео для репортажа. Да, вот такой у меня отличный репортаж. Мне нужен Шерман. Шерман, мой дорогой Шерман. Я умею фоткать самостоятельно? Нет, не умею. А там записка. Мы ушли. В магазин за хлебом. Никогда не вернемся. Инопланетяне уже жрут кукурузу. Может, не кукурузу, просто любят. Следующий дом. Записка от фермера. И что написано? Мистер Фокс, мы договорились о встрече. Но случилась беда. Наша дочь пропала. Жена поехала в город за помощью. Мы с сыном пошли осматривать ферму. Будем оставлять записки для вас и полиции. На случай, если мы разменемся. Будьте осторожны, Питер Шерман. А, ну ладно. Хорошо. Исследуйте дом. Здравствуйте, я пришла исследовать ваш дом, потому что вы, суки, все ушли. Заперто. Ну и правильно. Вы заперли дверь, но не запирали холодильник, я думаю. Что это такое? Фото. На фото члены семьи Шерман. Типичные стоковые фотки. Так, это молоко. Молоко. Это газета. Старая газета. Это старая газета о кругах на полях и прочих необъяснимых явлениях. Похоже, это происходит здесь уже давно. Почему я не знала об этом? Ну, кто тебя знает, почему ты об этом не знал? Ну, потому что не знал. Что по идее? Я не понимаю. Я приехал с дороги, хочу кушать. А они в холодильнике даже ничего не оставили. Даже кофе мне не оставили, сволочь. Так, газ. Им нельзя удавиться. Так, это какая-то хрень. Ага. Фото. Понятно. Кепку нельзя взять. Чемодан нельзя взять. А, еще одно фото. Фото собаки. Ага, фото собаки. Ага. Ага. Ну, давайте в детскую сначала зайдем. Ну, тут дети, короче, спрят. Я сочихну. А, что тут? О, похоже, это рисунок сделала пробавшая дочка фермера. Лис изрисован с двух сторон. Ой, а оказывается, на пленте они не только любят есть кукурузу, но и закусывают собакой. Ну, ну, ладно. А, это комната дочки. Ночью я услышала странный шум, когда я зашла в комнату, ее не было в своей постели. Окно было распахнуто настежь. Я уверена, что ее похитили эти твари. Эти твари ее похитили. Если твоя дочь уходит куда-то в поля, надо ее сфоткать. А, не остановись, чтобы она туда не шла. Что такое? А, это инопланетяне сюда собрались по окну. Через одеяло какое-то. Рад, видимо, она принижала пропавшей девочке. Если прислушаться, можно слышать еще очень странные звуки. Это анальный зонт. Инопланетный. Не хухры-мухры. Показалось. Да что такое? Что такое? Ага, вот они, вот они, человечки. Зеленые инопланетяне. Я узнал многое об этих тварях. Называют серые. Это не маленькие зеленые человечки, а большие, жуткие и опасные существа. В основном их описывают так. Большая непропорциональная к телу голова. Волосы отсутствуют. Бездонные черные глаза. Серая кожа. Длинные тонкие конечности. Голоса ни на что не похожи. По отношению к людям эти инопланетяне настроены очень агрессивно. Все начинается с ярких огней в небе рядом с домом, которые подвигаются по определенной траектории. При этом идет кровь из носа. Начинаются сильные головные боли и звон в ушах. Животные в это время беснуются. Далее у людей появляются провалы в памяти. Придя в себя, они обнаружили, что находились в странных местах, например, посредине поля или на дороге. В нескольких километрах от дома. К которым возвращались страшные обрывки из памяти. Люди вспоминали ужасные опыты. Пришли установлены контроль над их сознанием и воздействовали на психику. Также на теле были обнаружены следы, а именно надрезы. При пальпации чувствуются вплотнение инородный предмет, который двигался по коже. А что, нельзя было это к врачу сходить, чтобы вынули все ваши инородные предметы? Носок один. А что, инопланетяне всю ее одежду тоже сперли? Сажусь, не умею. Никого. Так, и что это такое? Что-то мутное. Фото из интернета, похоже, совершенно нечто подобное. Олижет жутко. Ну ничего себе. Ой, не ты принес. Ну ничего себе. Не, ну это вообще какой-то этот, как бы, лесной человек. Йети. Детский дневник фемера. Стикер. Я нашел мой старый дневник, где мне 15 лет. Как я мог забыть об этом? Сегодня был самый удивительный и страшный день в моей жизни. Я видел пришельцев. Морители думают, что я вру. Но это правда. Я ловил рыбу с заброшенного пирса на реке. Вдруг меня оглушил гул, зоносящийся сзади. Я повернулся. Совсем низко на земле вращался огромный диск с четырьмя мигающими огнями или окнами. Я почувствовал удар, который как будто бы отбросил меня в воздух и повис как в невесомости. Все вокруг стало слепительно ярким, и я, кажется, потерял сознание. Я вспоминаю, что видел трех пришельцев с серой кожей и большими глазами. Меня положили на стол. Я будто прирос к нему. Они стояли надо мной. Мне показалось, что они общались между собой телепатически. Затем один из них подошел и что-то сделал с моей головой. Больше я ничем не помню. Я чунулся на пирсе и уже поздно вечером я добрался до дома. Голова гузела и шел домой словно в бреду. Дом умножил на самтере несколько надрезов и два мелких очень ровных отверстия за ухом. Что это было? Мне страшно засыпать. Отличный материал. А почему у него форма жопы вместо башки? Ну, правда, интересно. Так, я нашла свой старый дневник. Меня за мной приехали? Это мой обер? Мой инопланетный обер? Нажмите «э», чтобы достать фонарик. Я еду. Инопланетяне, забирайте. Забирайте. Я хочу уехать с этой планеты. Что говорите? Что сказали? Что-то... Это точно инопланетяне не бомжи? С перегаром духи. А вы в сортир, что ли, что ли, где вы? А, в идеале пришли посмотреть. А что вы так? Ой. Ага, ага, сортир. Так, ну, в сортире тоже есть записка. Прекрасно. А, еще в детстве меня начали беспокоить головные боли. Они мучат меня до сих пор. Я вращалась к докторам десятки раз, но никто не мог объяснить причину их появления. Теперь-то я понял, почему врачи не смогли определить причину мигрени. Ответ просто похищение. Похищение инопланетянами, о котором я вспомнил лишь когда нашел свой старый дневник. Именно тогда и началась мигрень. Порезы, которые я занятила тогда за ухом. След от них остался. Он прямо там. Шрам. Я вижу, что они что-то внедрили мне. Какой-то передатчик. Лимплант. Из-за него я все забыл. Я точно нашел, что достану его. Я не спятил. Я не спятил. А я там что-то, баночка с чем-то. Баночка. Ну, не с мочой, короче. А что, где вы, твари? Фото мертвых животных. Ну, ничего себе. Как интересно. А что по телеку? Пойду смотреть. А как выключить? А! А телку уже изначально украли. Что-то ее как-то нету. Головы нету. А! Это просто качество такое у фирмы плохое. Я подумала, что у нее, ну, типа, тела нету. Поднадежда. Нет, конечно, все интересно. А можно я уже пойду? Я не очень хочу смотреть ваши киношки. Дурацкие они у вас. Разве чего? Да, блин, опять ты пошли бы. Так, я пошла. Я пошла смотреть на инопланетян. О! Бомжатня-то обрыгала там все. Инопланетная бомжатня все обрыгала! Опа. А ведро зачем? О! Присмотреться. Присматриваюсь. О, страх. О, страх. Ой, они, наверное, в мою тачку сели. Пойду посмотрю. Ну, блин. Мне кажется, этот звук можно уже давно не использовать. А что они там, я? И сказали, бегите. Вот мои? Вот чья? Какие? Ну, ножки можно было и забрать. И чё? И чё я делаю? Нет, нет, ну. Это люди-лампочки. А! Добрый день. Они что-то на меня поблевали. И вырубили. Это демо. Вот. Выйти в меню, выйти в меню. А чё за пролог? Пролог рассказывает историю первоконтакта с НЛС, учёвшуюся за 30 лет и событий, показанных в демо-версии. Главный герой – рядовой МакЛанерсон, служащий на военной базе, неподалёку от фермы Грейс. Вот, по случайному течению обстоятельств становится свидетельным страшнее, поддающимся объяснению событий. И чё там за события у него там какие-то произошли? А-а-а-а... Чё-то в воздухе. Дельта – это альфа. У нас неопознанный объект на 270 градусов. 220 миль движется быстро. Как вы поняли, приём. Альфа – это метеор. Никаких нет. Попробуй выйти на связь. Вы входите в контролируемое воздушное пространство. Каковы же ваши намерения? И дейтинфицируйте себя. Ответа нет. Перехажем на теплоконтроль. Начинаем снижение. Неразборчивый шум. Дельта, у меня сильные помехи. Повторите. Повторяю, у вас сильные помехи. Связь потеряна. Попробую радио на другой частоте. Альфа вызывает Дельту. Неопознанный объект, начинай снижение. 10 секунд до приземления. Повторяю, 10 секунд до приземления. Приём. Дельта на связи. Поступила распоряжение инфицировать объект. Срочно. Вас поняла. Отправляю команду реагирования. Слишком долго. Кто находится ближе всех к объекту? Рядовой Мак Ландерсон находит в двух километрах от места приземления. Отправьте его. Вы меня отправили. А я играть там сейчас прямо буду? Ничего себе. Две игры в одной. Ну, неплохо. Загрузка. Да и русский язык ещё есть. Я забыла об этом сказать, что есть русский язык. Офигеть. А я рядовой Майкл Ландерсон. Здравствуйте. Я бегу. Кажется, мне сюда. Говорит база, объект приземлился. Ваша задача инфицировать объект, не контактировать. Группа Омега прибудет через две минуты. Будет вести наблюдение с воздуха. Двигайтесь со сторонницей. Доложите, как прибудете на место. Я бегу. У вас понял, сэр, конец связи. Я бегу. Говорит, Омега, видим вас. Ведём наблюдение. Меня видят. Подолго идти мне. А то он выдыхается. Омега, это Майкл Ландерсон. Докладываю, замечена радиация. Показать счётчиков средний. Вас понял, у нас всё тихо. Я за вас рада, а у меня радиация. Докладываю, это Омега, и видим синее свечение. Странно, устроятся немного шалят. Показатели компаса и всех приборов некорректны. Данные скачут. Продолжаем операцию. Да ё-моё. Объект обнаружен, находится от вас призывательно в движении. Ненаблюдаем. Да ё-моё! Не третий, я не спортсмен. Я устал. Омега, что у вас с приборами? Мерами радиации растёт. Стало хуже. Кому? База, вы меня слышите? Происходит что-то странное. Приборы выходят из строя. Показатели счётчиков постоянно меняются. Быть такого не может, чтобы всё до времена сломалось. Похоже, здесь какая-то аномалия. Горячая аномалия в вашем районе. Находится в 100 метрах от Мазда. Ё-моё. Говорит, база Омега. Не пробежайтесь к объекту. Увидите наблюдение за объектом с расстояния. Да я устал! Говорит, Омега, если нет свет, излучение становится сильнее. Стоп, что? Нужно перервать ОПИ. Что у вас там происходит? Ну, я не знаю, он что-то паниковал. Движение что-то. Движение что? Витка какая-то. Омега улетает. Я могу, кажется, на дисплее по протеколу. Ни в коем случае не... Мы падаем. Повторяем, мы падаем. Омега падает. Ой, как неожиданно. Что, черт возьми, происходит? Не знаю, по лесу гуляю. Вот что происходит. Ой, ё-моё. Меня кто-нибудь слышит? Кто-нибудь ответьте, черт возьми. Оленя убило. А что это с ним? Ночное видение оленя. А что это? В него вот это родили? А что это его так? А что это так? Так, как так? Моя, сейчас тема какая-то. Давайте сюда этих, в этих ваших инопланетян. Это что? Что это? Невероятно. Что сказал? Там, кажется, кто-то был. Не показалось? Ой. Ой-ей-ей. Ой-ей-ей. Меня идут бить лицо. Со всех сторон причем. А что, где все? А где все? А почему они, это, в рукопашную меня бьют? Я не очень понимаю. Я думала, что они готовы были бы не пачкать руки. А то что-то как-то все меня инопланетяне сбивают. Как-то странно. А вот, вот, такая вот игра, такая демка. Я не фанат инопланетян, но, в принципе, оно, вот, вторая, вот этот пролог, он более-менее лучше сделан, чем демка. Ну, не знаю, на любителя. И я вот не любитель от слова совсем. А на этом все. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ставьте комментарии. Всем спасибо, всем пока.